Отвинта Но, к счастью, ничего подобного не происходит И мы, как всегда, с вами Кстати, сегодняшняя программа почти целиком построена на материалах ваших писем Ну, а теперь конец Да не валяйте, дурака, только иначе Да нет, это вроде рубрика такая, конец Дело в том, что многие телезрители сами ленятся заигрывать в те или иные игры И интересуются у нас, чем закончились похождения полюбившихся им героями Особенный интерес вызывает некто Бен из банды мотоциклистов «Пулкэтс» Тем, кто по каким-либо причинам не смотрел Прошлых выпусков программы Отвинта Мы вкратце расскажем, с чего начинались похождения Бена из рокерской банды «Пулкэтс» Игра «Фулл Троттл» — квест, то есть приключение По ходу которого вы решаете разные забавные задачи И участвуете в упражнениях на скорость реакции и сообразительность В вашем бедене находится нарисованный байкер Бен Который вступает с окружающими в отношения доступным ему способом Устройство программы позволяет ему обругать кого угодно Пнуть, дать по сапатке и так далее Можно сказать, что Бен — положительный герой новой формации Так получилось, что он оказался втянут в противоборство между пожилым мистером Корли Главой единственной оставшейся в Америке корпорации Производящей настоящие мотоциклы И его заместителем — зловещим Рип Бугером Рип Бугер стремится завладеть корпорацией Корли Моторс Ладно бы только это, но он задумал нечто совсем ужасное и отвратительное Что же? Перепрофилирование предприятия, выпускающего мотоциклы, на производство микроавтобусов Вот гад! Мрачная фантазия авторского коллектива игры превратила Америку будущего Из некогда процветающей страны в территорию разрухи трущоб Где хозяйничают многочисленные банды Но заметьте, что дороги-то в идеальном состоянии Гладкие, как паркеты в Шереметьево В усадьбе, разумеется, а не в аэропорту Случайно Бен оказался свидетелем жестокого убийства мистера Корли Рип Бугером В котором его, Бен, разумеется, а не Бугера, впоследствии обвинили И так Бен отправляется в путь по автострадам Америки Стремясь доказать свою невиновность и расквитаться с Рип Бугером Став обладателем снимков, доказывающих вину Рип Бугера Бен прибывает в район корпорации Корли Где встречается с дочерью покойного Мариной Вместе им удается осуществить ужасный план дискредитации Рип Бугера в глазах общественности Ослепленный ненавистью, Рип Бугер сам бросается навстречу своей естественной смерти И гибнет в дорожном инциденте навеки Вот как это произошло Субтитры сделал DimaTorzok 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 Come back! We need your weight in the plane! Дорогие друзья! В своих письмах вы иногда спрашиваете у нас о том, кто же такой этот Петрович, летчик, пилотирующий наш фирменный самолет от винта. За разъяснениями мы обратились к специалисту. Субтитры сделал DimaTorzok Стремление к полетам проснулось в маленьком Петровиче рано, когда нянька его Просковья нечаянно уронила двухмесячного малыша с чердака. К удивлению Сильчан, мальчик лишь радостно улыбался, глядя, как пролетают мимо него стены родного дома и окна третьего, второго, первого и цокольного этажей. Он раскинул в стороны руки и издавал при этом ртом звуки, напоминающие работу двигателя «Обер Урсель» на самолете «Фокер ДР-1». Няня Просковья кричала, что она нечаянная, но ее быстро утешили. Много позже, в своих воспоминаниях Дни Титана, она будет утверждать, что нарочно сбросила Петровича с чердака, так как увидела в нем великие задатки. Так это или нет, теперь неизвестно, но с тех пор страсть к полетам не оставляла Петровича никогда. Будучи маленьким, он просил сверстников привязывать его к канатам и спускать в обрыв, где он мог раскачиваться часами, мечтая о великом будущем и имитировать ртом звуки работы двигателей различных самолетов. Так прошло его детство, отрочество и юность. Когда выяснилось, что никаких земных профессий Петрович так и не освоил, родные посоветовали ему податься в Москву, к односельчанину Менделееву, которого ошибочно называли Дмитрием Петровичем. Петрович Петровича завсегда поймет. Великий химик на первых годах отнесся к Петровичу неласково и несколько раз даже жестоко бивал его и прогонял от себя. Но с годами привык, и между ними завязалась крепкая дружба. В то время Дмитрий Иванович много экспериментировал со смесями спирта и воды, разыскивая ту самую химическую формулу. И Петрович стал ему верным помощником и дегустатором. За это Дмитрий Иванович научил его авиаторскому делу и назначил своим личным пилотом. Именно Петрович был первым летчиком, который задолго до матерца Руста сумел посадить свой фокер-треплан на Васильевском спуске, недалеко от входа в Спасскую башню. Позже профессиональными услугами Петровича любили пользоваться авиаконструкторы братья Раят, Сикорский, Граф Цепелин, Арбелиани, Миссер Шмидт, Куртанг, Туполев, Цандр, Королев и многие-многие другие. Зовите Петровича, говорили о ней. Если у него получится взлететь, то у других и подавно. Петрович оставался глуп по хвалам и продолжал совершенствовать свое мастерство. Как вспоминал близкий друг Петровича Эрик Хартман, Петрович испытывал самолеты, а самолеты испытывали его. Обычно Петрович оказывался крепче добавлял покрышки на своем кубнике. Так делалась история авиации. Сколько самолетов разбилось под Петровичем в дребезге при посадке, но он выходил из облом, цел и небредим, с легкой улыбкой на губах. В свое время Вальтер Крупинский говорил, это было время, когда самолеты были из дерева, пилоты были из стали, и каждый Понтий мечтал быть пилотом. Эти слова можно в полной мере отнести к Петровичу. Всего доброго. Вот винтал. А вот письмо от некого Сергея. История. Ему нравится наша программа, и он, по его собственным словам, с нетерпением ждет каждого нового выпуска. Сергей даже прислал нам полчастушки. Ну, мы немножко подработали, и получилась полная частушка. Сидит Сережа у ворот, он не пляшет, не поет. Всю неделю моя еда ждет программу от винта. А сейчас мы вам покажем игру, которая называется Harbel Fog with MLBPA Players. Нам непонятно не только название игры, но и суть ее тоже. Спортивные компьютерные игры пользуются немалой популярностью во всем мире. Надо полагать, что основное число их поклонников составляют люди, которые слишком деятельны для простого просмотра спортивных состязаний по телевизору, но слишком пассивны или массивны для того, чтобы принять в них участие лично. Наш эксперт попытался поначалу хотя бы попасть по мячику. Harbel Fog вызвал у нас некоторое недоумение. Что это за игра, мы определили довольно легко. Мы уверены, что это бейсбол. И наш эксперт после нескольких попыток все же попал. Но вот по каким правилам проходит матч, кто одерживает верх, или где располагаются противоборствующие команды, вот тут у нас возникли некоторые разногласия. И тогда его допустили до игры. В игре имеется большое количество всяких таблиц и графиков, содержащих информацию о матчах, призовых местах, дивизионах, игроках и так далее. Наш эксперт разобрался в этом без особого труда. Прилично одетые господа в черных костюмах, пытающиеся поспеть за спортсменами, это адвокаты хозяев команды. Они обязаны следить, чтобы спортсмен играл с душой, как следует бил по мячу, как говорится со всей дури, а не отлынил. Также они смотрят, чтобы не произошло какого-нибудь нарушения прав человека. Игрок, вооруженный битой, зовется питчером. К ним в командах относятся с опасливым уважением и дают звучные прозвища, например, лысобой. Зачастую увлекшись игрой, они наносят увечья самим себе и окружающим. Сначала наш эксперт плохо играл. Если питчер случайно попадает по мячу, то тот, естественно, хаотично улетает в неизвестном направлении. А потом лучше, даже попал по шарику. Требование частичной прозрачности является обязательным для всех, кто выходит на поле, и введено оно было по предложению профсоюза телеоператоров. Молодец, эксперт! Вот и все на сегодня. Пишите письма. Гейм, как говорится, ова. В смысле? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!